Сегодня жители поселка на Кузнецовском плату вышли на стихийный митинг и пожаловались на бездействие местной власти. Участки под застройку здесь получили многодетные семьи и инвалиды. Правда, об инфраструктуре никто не позаботился. Нет воды, света и дорог. Как живут люди в забытом поселке, узнавала Виктория Столярова. Этот поселок на Кузнецовском плату был основан в 1991 году. Тогда сюда завезли мусорные баки и вот эти плиты. Намечалась грандиозная стройка. Сейчас 2014-й, бак врос землю, а эти плиты так никому и не пригодились. Мы же не живем здесь, не богатые люди. Земля выдана для определенного слоя населения. Угнем топимся. Многое, социально незащищенным людям, инвалидам выданы земли. 50 семей вот уже несколько лет живут как в каменном веке. Нет ни воды, ни света. Более 20 лет назад участки под застройку здесь получили малоимущие семьи и инвалиды. Им обещали вторую рублевку. Но об инфраструктуре никто не позаботился. Нормальной дороги и подъездные пути отсутствуют. Скорая первое время к нам вообще не ездила, отказывалась. Потом мы ее должны встречать. Если человек один больной, другой человек не может дойти, то мы уже не встретим ее, никак не дойдем. Немножко нам помогли Кировская районная администрация. Нас хоть стали там знать. То есть в поликлиниках мы приходим, у нас уже детей принимают. До этого даже и не принимали. Не принимали, потому что этого района нет ни у кого. Дефицит электроэнергии – главная проблема жителей поселка. Они неоднократно обращались в энергетическую компанию МРСК «Сибири». Но им отказывали. Говорили, нет плана развития поселка, нет электричества. Тогда жители организовали свое ТСЖ, где работают на добровольных началах. Маленький трансформатор они установили собственными силами. Но его мощности не хватает на всех. Так как электроснабжения у нас никакого не было, в свою очередь, когда мы только начинали, как-то можно было строить и жить, МРСК нам предложили как вариант подключиться как юридическое лицо. И мы купили за свой счет, нас было тогда мало, 17 человек, мы купили трансформатор, 100 киловаттный всего, поставили этот трансформатор, вот установили и подключились как юридическое лицо. На этом жители не остановились. В апреле нынешнего года они встречались с главным архитектором Красноярска. Ведь план развития поселка надо утверждать. Там сказали, что он будет выложен на сайте в июне. Но уже середина июля там его нет. Неоднократно обращаемся. Пожалуйста, закладите план развития и утвердите финансово его. Для развития. Пыль, задыхаемся, задыхайтесь дальше. Сидите без электричества. Ваша проблема. Вода, ладно, как-то мы решаем проблему с водой. Детских площадок. У нас же здесь дети маленькие, рожают. Все приветствуют, вроде рожайте детей. А чем детям заниматься? Поле заросшее. Ни площадок, ни развития. Кроме того, в поселке нет участкового полицейского, врача и пожарного. Жителям просто не на кого рассчитывать. По их словам, они живут на свой страх и риск. В ноябре прошлого года здесь обстреляли три дома. Но хулиганы остались безнаказанными. Своей проблемой они неоднократно обращались к краевым и городским властям, а также в администрацию Кировского района. Но чиновники только перекладывают ответственность друг на друга. В департаменте градостроительства пообещали, что в ближайшее время прокомментируют эту непростую ситуацию. А в воскресенье жители поселка будут писать письмо в прокуратуру. Они надеются, что их услышат. Виктория Столярова, Алексей Егоров, Афонтова. Новости. Продолжение следует...